Трудности реабилитации, тщетные поиски работы. Через это проходит едва ли не каждый боец АТО. Что придумали военные волонтёры, чтобы помочь своим, расскажет Любовь Кукла. Смех, старые шутки, тёплые истории. Здесь, на стрельбище под Киевом, с самого утра собираются журналисты, военкоры и бывшие бойцы АТО. С одним общим интересом. Всё это сделано для того, чтобы вы почувствовали, что такое боевое оружие, боевое и спортивное оружие, спортивное оружие. Отработали у себя навыки владения в наши нелёгкие времена. Воины старой закалки будут учить защищаться от врага. Ведь в 14-м, когда на Востоке началась война, украинцы попросту были не готовы. Оксана Кодунова сегодня взяла оружие в руки впервые в жизни и подтвердила старую истину. Новичкам везёт. Девушка попала во все мишени. Вот только чувства от пережитого оказались далёкими от радости победы. Это смешение какой-то тревоги немножко, потому что всё это для меня всё равно связано с войной. И все эти мишени когда-то мной воспринимались как игрушки. Сейчас очень смешанное чувство. Всё это связано с войной не только для Оксаны, но и для её инструкторов. Все они участники боевых действий. И здесь, в клубе, у них так называемая реабилитация. Делятся с желающими своим опытом, адаптируются к мирной жизни. Кто-то из них демобилизовался, кто-то был вынужден уйти с активной службы по контракту, по здоровью, потому что люди перенесли ранения. И вот приятно, что ветераны объединяются, что они находят в себе мотивацию, находят, скажем так, новые направления. А ещё зарабатывают на жизнь таким образом. После того, как военнослужащие проходят демобилизацию, на цивильные работы они, как правило, не могли устроиться, работать и отрабатывать деньги. И чтобы они могли продолжать эту работу, которую выполнили во время проходения службы в армии, мы их набираем на работу. Главный месседж, уверяют организаторы, научить украинцев защищаться от врага, как это делают во многих цивилизованных странах. Охранять родину в западных странах учат ещё с юных лет. Я видел, как это развивается не у нас, а там. И видел, насколько это интересно, насколько это завлекательно, насколько привлечено людей в прикладные виды спорта в США, во Франции, в Италии. А теперь и в Украине. Бывшие бойцы АТО готовы учить желающих здесь самообороне ежедневно. Любовь Кукла и Василий Миновщиков. Подробности. Телеканал Интер.